Вот все-таки вот иногда не мой день бывает, знаете, вот такое происходит, когда ну не мой день, вообще все не складывается. Я бы не сказал, что сегодня прям все не складывается, но вот сегодняшний заказ, это просто кромешный ад. Это самый, самый отвратительный квест, который я, наверное, проходил за всю историю обзоров. Я решил заказать в Pesta Cafe. Это заведение, ну оно известно, и многие его знают. Эти же ребята занимаются рестораном Джон Джоли, а Джон Джоли я люблю, и я почему-то хотел начать любить Pesta Cafe. Я не знаю, получится у меня или нет, но у меня уже немножко вот так вот, блин, я боюсь, что мне сейчас опять они позвонят. Прикол вот в чем, я делаю заказ на сайте. Помимо того, что на сайте там, ладно, окей, там где-то фотографий нет, где-то есть позиции, но ее заказать нельзя, ну нету значка корзины. Ну, короче, я сделал худо-бедно заказ на 5,5 тысяч рублей, я там и вторых блюд заказал, и закусок, и роллы они делают. Вы же мне писали, что в Pesta вкусные роллы. Я вот это все заказал, мне потом звонит в 11 часов девушка. Говорит, вы знаете, блин, а у нас вот в Pesta нету роллов. Я говорю, как, ну на сайте же есть. Ну нету у нас вот роллов, поменялось меню. Блин, ну на сайте поменяйте. Ну я вот заказал, рассчитывал роллов поесть. Выглядят неплохо, хотел попробовать. Ладно, короче, бог с ним. Согласовали, я говорю, а как делать-то? Давайте я тогда дозакажу, потому что нам бы поесть. Она говорит, ну вы там определитесь, я вам перезвоню. В общем, в итоге решили в онлайне. Я говорю, давайте я сейчас буду смотреть сайт и дозакажу. По ходу дела, пока мы смотрим сайт, половина из не роллов тоже нет. Там какие-то я хотел заказать каре ягненка нету. Там стейк из тунца нету. Ну конечно, это же рыба, блин. Нет роллов, значит нет и стейка из тунца. На этом все не остановилось. Чтобы вы понимали, я сейчас просто ною. Я просто ною. Через минут 30 мне позвонили уже непосредственно из заведения на Сходнинской в Калейдоскопе, которая будет готовить заказ. Говорят, вы знаете, нам прислали... Я вот этого боялся, не дай бог они. Алло. Перезионате, да, до свидания. Блин, это не они, слава богу, потому что... В общем, позвонили из ресторана и говорят, и из того, что вы заказали, там тоже... Что-то нет, я не знаю, ну ты, ну как. У них лебедь, ряк и щука. Понимаешь, сайт живет отдельной жизнью, у него свое меню. Служба доставки единой живет отдельной жизнью. И есть ресторан, который все в итоге получает. И говорит, блин, да мы половину приготовить не можем. Короче говоря, у нас приняли заказ, но на это ушло 40 минут. И привезти обещали за полтора часа. Песто-кафе. А пока мы ждем многострадальное песто-кафе, хочу порекомендовать вам отличный, интересный и главный полезный канал о бизнесе. Называется Стажеры. Ведущие шоу Юля и Паша проходят стажировки в различных компаниях нашей страны. На днях на канале Стажеры вышел выпуск про нашумевший фудкорт Депо, в который, возможно, и я тоже когда-нибудь доеду. В этом выпуске своим опытом открытия заведения на фудкорте поделился Михаил Гончаров, основатель сети Теремок. Если вы любите еду или занимаетесь бизнесом в сфере еды, обязательно посмотрите этот выпуск. Ну а если вы просто бизнесмен или вам просто интересно посмотреть на интересных людей, их проблемы, решение этих проблем, то вам тоже советую канал Стажеры. Короче, ссылочка на канал Стажеры и конкретно на выпуск про фудкорт Депо будет в описании к видео. Переходите, смотрите, получайте удовольствие и, главное, новую полезную информацию. И, конечно, передавайте ребятам под выпуском привет от Покашеварим. Давайте, переходите на у нас в Песто-кафе. Блин, ну как они мне, вот как они мне заморочили голову с этой доставкой. Капец. Ну привезли, 12.40, то есть с 11 до 12.40. Мы все вопросы порешали, в итоге еда здесь. Нормально, ладно. Пицца. Блядь, ну вот. Ребята, ну почти космик. Помните, да, эту пиццу из космика? Я знаю, что там внутри. Вот что внутри. Вот так вот пиццу привозит космик. Ну, то есть это типа норм. Знакомьтесь, да? Вот эта фирменная пицца, блядь, космик. 37 градусов. Все, это остывшая пицца. С ней уже разговоров быть не может никаких позитивных. Так, ну давай вторую пиццу пикнем тоже, да? О, с пармской ветчиной. Кстати, неплохо выглядит. 38. Для пиццы это очень холодно. Нам в подарок дали клюквенный морс, за что спасибо, видимо, за все вот эти вот неудобства. Это моя заказанная меринда, причем морс холодный, а меринда комнатной температуры. А вот еда-то погорячее будет, чем пицца. Вот, например, котлетки. 55 градусов вот это блюдо. Ну, котлетки 49, 53 ловятся. Равно как и перепелочка. 59. По блюдам вопросов у меня нет. Но у нас еды по факту вот чуть-чуть привезли. На 4 тысячи рублей. А должны были на 5 с половиной. В итоге на полторы тысячи рублей нам не довезли продукции. Мы потеряли много еды. Хорошо, что мы не потеряли много времени. Ладно, у нас кое-что есть попробовать. И, как вы уже поняли, пицца остывшая, поэтому особых надежд на этот продукт у нас нет. Но, тем не менее, давайте посмотрим, изучим. Пицца прошутто 590 рублей. Прошутто с белыми грибами. Да, видно белые грибочки. Белые грибочки и моцареллы. Моцарелла тоже видна, поэтому хорошо. 405 граммов должна весить эта пицца. Мы взвесим вместе с коробкой. А потом уберем оттуда пиццу, чтобы понять разницу. 687 граммов. 687 граммов. А если мы убираем отсюда пиццу, то у нас получится... 183 грамма. 400 граммов. То есть, в принципе, соблюдено по весу 590 рублей. Ну, что я могу сказать? В принципе, эта пицца выглядит очень по-итальянски. Это тонкое тесто, это соус, это сыр. То есть, очень все скромно. Но если хорошие ингредиенты, то это может быть даже вкусно. То есть, это не американский стиль теста. Это ломающиеся такой вот краешки. Это скорее приятно. Это хороший формат теста. Хорошенький такой соленый брошюта. Вкусный соус и хороший сыр. Пожалуй, эта пицца, это тот хороший пример, когда... Не надо наваливать всего и много. Это не залог успеха. Когда ты добавишь то, что нужно, будет вкусно. Вот эта пицца, она реально вкусная. Она реально вкусная. Тут всего лишь 3 ингредиента. Несколько кусочков грибов, хороший сырок, прошутто и вкусный соус с тестом. А тесто это я хвалю. Оно как сухарик. Это чисто тоненькая лепешечка, приготовленная в пицце-печи. Действительно, очень вкусно. Это непривычный формат Папа Джонс и... И же с ним. Это не американское тесто, не американский формат теста, не американский формат наваленности начинки. Очень гармонично, вкусно и здорово. Несмотря даже на то, что эта пицца остыла. Мне понравилось. Давай мы сразу посмотрим и вторую пиццу. Она у них не называется там 3 или сколько это сыров. Она у них называется, знаете как? Она называется пицца Дорблю, моцарелла и пармезан. Все. Несмотря на то, что это остывшая уже пицца, у нее нет вот такого ощущения сухаря. Нет, вот здесь-то да. Краешки они как бы вот такие вот, понимаешь? Ну в этом, блин, своя душевность. Это другая пицца, это про другое. Но при этом вот здесь вот мягенько. Вот это радует. Она должна 355. Мы поняли, что коробка весит 180 граммов. Мы ее вычтем. Я не знаю, Дим, ты сможешь вообще как-то... 644 минус 180. Сколько получается? Короче, соблюдено вроде. Вроде соблюдено. У нас с математики такой не очень. Мы же блогеры, да? Надо признать. Так, ну ладно, давай пробовать. 4 сыра. Блин, если вкусные сыры, то все будет нормально. Смотри, тесто. Это пицца явно не для зажора. То есть, это не 50 пицц за 1000 рублей по акции в день в доминос. Это пицца именно, чтобы вкус почувствовать. И в этом ее несомненный плюс. То есть, нравится мне то, что я сейчас съел. Да, это очень просто, но это вкусно, черт подери. Потому что хорошие сыры используют. Вот эта тончайшая, тончайшая пицца с небольшим количеством начинки может называться пиццей, вы понимаете? А иногда тебе, называя пиццей, привозят какую-то шляпу, какой-то пирожок сухой. Вот понимаешь, из тонкого продукта песто смогли сделать не сухой итоговый продукт. Понимаешь? Я говорю, а иногда приезжает пышное, все там вот навалено, но сухомятка адская. Нет, в этой пицце нет такого ощущения. Вкусная, тоненькая пицца с привкусом базилика. А правильно, потому что я сейчас, походу, съел базилик как раз. Это удивительно, но не майонезность делает из пиццы пиццу, не количество начинки, а хорошее тесто и вкусная начинка как такова, и гармоничное сочетание продуктов. Вот у песта, что предыдущая пицца, что это отлично сделано. Мне очень нравится, вкусная. Так, ну ладно, у нас, в общем, сегодня не очень много продуктов, на самом деле. Давай будем пробовать. Вот у нас есть тут вторые блюда. Вот спагетти с соусом песто за 370 рублей 255 граммов. Опачки, а не до вес, минус коробочка где-то 15, да, и вот так вот, в общем. Соус песто. Чем есть мне вот этот продукт? А есть мне нечем, потому что песто кафе привезли мне вкусную пиццу, которая мне понравилась, но они не привезли мне ни одной салфетки, ни одной вилки и ни одного чего-нибудь еще, чего могло бы пригодиться. Ладно, мы на кухне. Мы на кухне. Ну вообще непонятно, зачем спрашивать, интересоваться количеством персон в заказе и не привозить вообще ровным счетом ничего для сервировки. Песто кафе. Жжете вообще. Очень много соуса. Ну действительно, тут много вот этого вкусного, если он хорошо приготовлен, базиличного соуса. 370 рублей за небольшую порцию шпабетто. Короче, если песто сделан вкусно, а там должно быть вкусное оливковое масло, вкусный сыр, пармезан, кедровые орешки, базилик, шпинат и всякое такое. Если это круто сделано, то макароны вот в таком простом исполнении, они могут быть вкусными. Хочется сказать. В плане, конечно, соуса, песта и вообще этого блюда у меня, наверное, претензий нет. Относительно своей вкусовщины могу сказать, что мне скорее чуть-чуть недопонравилось, чем прям вообще прям то, что нужно. Но тем не менее, качественно сделано и относительно соуса, и относительно самой пасты. Она сварена круто. Она сварена чуть-чуть аль денте. От этого она не становится кашей. Ее приятно есть, чувствуется структура. Соус песто тоже неплох. То есть, в целом, это блюдо можно есть, если вы фанаты. Но, как по мне, 370 рублей, несмотря на то, что я понимаю, что песто это дорогой соус, дорогой соус, то 370 рублей за вот такую маленькую плошечку. И вроде бы, как многие скажут, да, мяса нет, еще того нет сегодня. Я с вами соглашусь, короче. То есть, лучше две шавухи, да, в данном случае лучше две шавухи. Это немножко снобски, конечно, такие, на такие темы размышлять, потому что все-таки песто все-таки ресторан, все-таки там немножко про другую историю. Я оценил это блюдо, но себе бы не купил. Вот пиццу за 600 рублей, вот тоненькую, где мало начинки, я бы взял. А это нормально, но не восторг. Ну, ризотто, подожди, ризотто у нас, например, есть. Да, ризотто тоже вообще-то надо уметь готовить. Хороший запад белых грибов. Ризотто с белыми грибами, друзья мои. 390 рублей стоит и 270 граммов должно есть. Опять недовес. Песто-кафе, я только вас начинаю хвалить, а вы вот туда вы. Ризотто прикольное. Ризотто как кашка, все как надо. То есть, она впитала, рис с себя впитал, там, бульон, в котором это готовилось. Тут есть грибы, кусочки грибов. Вот это уже блюдо как бы больше похоже на блюдо, чем до этого песто-макароны, да. 390 рублей вот это стоит, и тут что-то вот прям грибы есть даже. Мяса опять-таки нет, ребят, шауху все равно лучше, конечно. Да, вот. Ну, смотри. Конечно, если бы это была подача не в пластиковую вот такой таре, это был бы, наверное, вполне неплохо выглядело бы. Так выглядит просто как каша. Очень приятный запах белых грибов. Бескомпромиссно хорошо. Прямо я очень чувствую одновременно и такую мега сливочность, потому что используются сливки явно в соусе. И очень хорошо чувствую вкус грибов. То есть, вообще, если ризотто делается грибной, ну, то есть, бывает, там, ризотто готовится на курином бульоне, то есть, добавляется куриный бульон, впитывается, еще добавляется и так далее. И на грибном бульоне вот здесь вот явно прям, я надеюсь, не кубик никакой, потому что вкус грибов отличный вообще. Вот это тупо вкусное блюдо. И даже, ты знаешь, без кусочков вот этих белых грибов, хотя, не, это клево, что они здесь есть, не надо убирать, это блюдо было бы все равно, оставалось бы вкусным. То есть, вот этот бульон, который они используют для приготовления, он явно, явно хорошо сделан. Отличный ризотто. А подожди, какое блюдо? Давай попробуем морсик, Дим, дашь такашку. Просто на попробуй, на попробовать. Вот, и пускаем здесь стоять. Смотри, морс подарили в подарок. Песто, спасибо большое вам за это. Потому что, реально, я меринду не очень хотел, просто взял температуру померить. 5 баллов морс. Офигенно круто сделанный морс. Огонь. Так. Ладно, что мы следующее возьмем? Давайте, давайте вот по-простому, да, а то у нас ризотто всякие, песто-макароны. Алло, ребята, мы где живем? Котлеты, блин, 450 рублей два котлетоса куриных стоит, понимаешь? Куриные котлеты, картофельное пюре, сливки 33%, прям тут написано. Сливочно-грибной соус и базилик. Ну, слушай, ну если тут есть грибной соус, тут уже как бы понятно, что они неплохо с этим справляются. Вот все, что связано с грибами. У нас все это должно весить 160 и плюс 200, короче, 360, да, 360 градусов, 360 граммов, граммов, естественно, 377 граммов, плюс у нас еще далее вот какой-то соус, я не знаю к чему, возможно, нет, ну он явно не сюда. Да, то есть вот этот соус непонятно к чему. Тупо кетчуп с чем-то, с какой-то добавкой. У нас в составе не написано этого кетчупа. Короче, небольшой недовес, наверное, тут есть все-таки пару граммов, но это не считается. Итак, смотри, грибной соус, честно скажу, он такой немножко жидковатый, но на то он и соус, да, чтобы ты мог взять и его фактически вылить, например, на котлетку или замешать, например, с пюрешкой, да. Пюрешка мягкая, котлетка, ну, такая довольно плотная, кстати. Смотри, не знаю, что там внутри, то ли кусок масла, но внутри прям очень, очень влажная котлета, это очень хорошо, она просто очень рада меня видеть, видимо. Так, давай попробуем котлеточку, ну, плотно, плотно, то есть такой не банальный куриный фарш, который мягкий, как ватка. Адски пересолено, адски соленые котлеты, нет, 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 нет. Крайне унылый грибной соус, да что такое, что не так с этим блюдом? Подожди, дай с картошкой. Уникальные контрасты у песта кафе, вот туда-сюда, то мне нравится, то мне вообще ни о чем. То есть вот эти котлетки, да нет, они нормально приготовлены, но соли столько, вот они настолько хотели усилить вкус, видимо, куриного мяса, что добавили соли до эффекта практически несъедобности. По структуре котлеты нормальные, но дико пересоленые. Соус просто никакой, он безвкусный. Тупо шампики и какие-то разбодяженные сливки, хотя написано 33%. Где тут используется базилик, который тоже в описании есть, непонятно. Пюреха нормальная по структуре, но по вкусу тоже, вот есть вкусные сорта картошки, а есть невкусные, знаешь, вот есть такая пюреха, она сладковатая такая, очень приятная сладость есть в этой картошке. Вот в этой картошке нет этой сладости, она какая-то пресная. Короче, абсолютно не зачет, 450 рублей котлеты в песто-кафе неудовлетворительно. Прям совсем, я расстроен, за такие-то деньги могли бы, блин, и салфетку дать. Но я не об этом, не, относительно блюда вообще не вариант. Не понравилось. А у нас есть еще перепелка-перепелочка, смотри, с бэби-картофелем, 560 рублей. 215 граммов всего оно должно весить. Нет. Да. 215 граммов, а весит 350 с лишним. Вот здесь прям хороший перевес. Итак, перепелка. Перепелка с гарниром, 490 рублей. В этом блюде есть абсолютно все, что заявлено, 560 рублей. Ну, выглядит она на 560 рублей. Ну, пожалуй, да почему нет, да? Перепелочка, хоть там мяса мало. Явно неплохо приготовленный картофель, лук-шалот, томаты черри. На картинке еще кусочек, листик базилика изображен, но его здесь нет. Это не принципиально, наверное. И вот на перепелочке. Чуть выглядит суховато, конечно. Да что там ее готовить? Особенно, что ее потом там есть. Нежное маленькое мясо. Ну, давай. Для любителей поковыряться в косточках, в принципе, сойдет. Слушай, ну, отлично. Вопросов нет. И под запеченные томатики. И такой, как будто бы немножко подгреленный лук-шалот. Ну, хотя нет, он тоже запеченный, скорее всего, но вкус у него такой прикольный. И нормальная перепелка. То есть это блюдо, в принципе, нормальное. Это гармонично. Тут, конечно, я говорю, тут для любителей пообгладывать косточки. Особо тут, блин, есть-то я не знаю, что там в перепелке. Ну, дай бог там 40 граммов мяса мы наковыряем. Это будет очень неплохой результат. Ну, и картошечка хорошо приготовлена. В целом, к этому блюду нет претензий абсолютно никаких. То есть, по сравнению с котлетами, а это блюдо весьма неплохое. 560 рублей. Честно, я бы его тоже не стал брать, равно как и спагетти с песто. Но только из-за вкусовщины. Мне просто не очень нравятся перепелки. Мне лучше одну куриную ногу, ну, то есть, прям целиком, чтобы сляшкать. Да, и мне вот это будет как бы повкуснее. В целом, нормально сойдет, но без восторгов, без восторгов. Но блюдо полноценное, блюдо, которое можно съесть. Салат «Цезарь» 380 рублей. Салат «Цезарь» с обжаренным филе куриной гулки. А он должен 220, а он 218. Минус коробка. Ну, конечно, везде недовесы. Везде недовесы, и это очень странно. Ну, смотри, ну здесь явно без всяких заискиваний, чтобы не создавалось впечатление, что тебе положат настоящий пармезан, тут положили куски альтернативного пармезана, назовем это так. Все уже замешано. Салат в соусе, гренки как будто в тостере сделаны и потом порезаны, хотя, а нет, со всех сторон вроде немножко пригорели, то есть были они в духовке. И три кусочка куриного филе. Салат более чем скромный по своему составу. Тупо листья и соус. А, понятно, я пытался понять, почему я чувствую горечь. А такая есть неприятная горечь, а есть приятная горечь. Вот здесь приятная горечь из-за того, что они просто делали на нерафинированном масле соус для Цезаря. А нерафинированное масло оливковое, оно, ну, горчит. И эта горечь такая приятная, знаешь. Ну, тоже, тоже нет у меня никакого восторга. Ну, давай курочку попробуем. Мне вообще, честно говоря, не очень приятно эту курицу смотреть. Вот эти вот пятна, ну, то есть это явно запекшаяся кровь, которая осталась внутри грудки, но оно крайне неэстетично. То есть для меня куриная грудка, она более эстетична, когда она тупо вот такая беленькая и вся симпатичная. При этом грудке как бы нет нареканий тоже. Она мягенькая, нормальная грудка. То есть и соус более-менее такой ничего действительно складывает впечатление, что его старались готовить для меня. И это хорошо. Но в целом вот в этом салате есть какая-то дисгармония. Во-первых, все накидано сразу, соус туда закинут, уже все овощи дали сок. Уже и салат такой, ну, соус уже соленый, понимаешь. А соль, она вытягивает соки из любого овоща, да. Она из тебя вытянет сок, если тебя засыпет солью. Соответственно, помидоры уже такие пожухли, пока доехала. Салатик тоже уже пустил сок, и он стал такой, знаешь, сопливенький. Курочка. Ну, то есть, в общем и целом, тут замечаний по этому салату много. Хотя, если, наверное, взять его свеженький вот в заведении. Сколько он еще раз стоит? 380 рублей. Наверное, с удовольствием съедите. В принципе, неплохой вариант, но есть только можно свежий. Ладно. В общем, у нас загадка дня. У нас осталось последнее блюдо, и у нас остался вот этот томатный соус. К чему, блин? Все-таки, наверное, и к котлетам. То есть, самое логичное, к чему его можно использовать, это котлеты. Ставим его в стороне, потому что, ну, это кетчуп. Ладно. У нас последнее блюдо. Королевские креветки в соусе чили должны весить они 165 граммов, а они весят больше. Это очень радо. Ну, давайте посмотрим. Смотрите, у нас тут лежит лайм. Что мне с этим лаймом делать? Мне его достать и полить. Что мне с ним надо сделать? Если я хочу достать и полить, то он уже в соусе. Он уже испачкан. Если для красоты, окей, хрен с ним пусть лежит. Что касается креветок, блин, ну, ребят, ну, серьезно. Серьезно, вот прям вообще настолько вам лень снять панцирь с них, чтобы дать мне уже готовый продукт, чтобы я мог покушать. Вот что я сейчас должен? Я сейчас должен все бросить. А я напоминаю, у меня нет салфеток. Как я должен есть вот это блюдо? Я должен его распаковать, достать вот так вот руками, уляпаться. И только потом попробовать. Самое несуразное блюдо, которое можно представить, это нечищенные креветки в соусе. Песто-кафе. Как просто до этого можно додуматься о ресторану, который уже вечно существует и который находится в одной сети с Джон Джори. Возможно, даже повара одни и те же работают. Ну, как так-то? Как можно делать хачапури по-аджарски, лучшую в мире, которая мне снится, и делать вот это вот? Я это блюдо не могу оценить, потому что я его тупо не могу нормально поесть, понимаешь? Ну, как вот, блин, с панцирем? Я же не могу с хитином есть, правильно? Я должен освобождать от соуса. Это просто капец. Соус, кстати, вкусный. Походу, сами делают. Креветка уже на грани просто. Она еще чуть-чуть и сухая. То есть, еще, пожалуй, ничего. Окей, ее есть можно, но она... Ну, такая резиновенькая. Рези... Рези... Резиновая. Короче, резиновая. Я не знаю, это блюдо не блюдо. Это блюдо... Это блюдо геморрой, короче. Лучше пиццу закажите. Пицца реально вкусная. Это нет, это просто единица. По вкусу ничего особенного. Остренький такой, остро-сладкий такой чили, соус и все. И крайне неудобно есть. И нет салфеток Песта Кафе. Под конец зря мы вот это оставили. Песта Кафе набирает 61 балл. Давайте поговорим за что. Цена... Цена, конечно, вопрос философский. То есть, иногда за небольшой продукт можно отдать много денег. Но здесь все-таки есть какие-то перекосы. Например, две куриные котлетки с пюрешкой. И невкусным жиденьким соусом. Грибным, ну, никак не могут стоить там 500 рублей. Но это реально перебор. Та же самая перепелка. Тот же самый салат Цезарь 360 рублей. Хотя это не самая неадекватная цена за Цезарь. Заметьте, да? Макарошки спец. Ну, короче говоря, вот мое мнение такое, что цены удовлетворительные. Но не более того. Поэтому 3 балла. Вкус качества ставлю 4,5. И я считаю, что достойно. То есть, в принципе, то, что должно быть хорошо приготовлено, оно приготовлено хорошо. За исключением, повторюсь, котлеты. Котлеты странно упороли. Соответствие, ну, 2 балла, друзья мои. Ну, шо, везде недовесы. Ну, как так-то? Внешне вроде все как-то похоже на картинки. Но недовесы постоянные. Сервис единица. Начиная от заказа вот этого кромешного, заканчивая салфетками, вилочками, ложечками и так далее. Пест-кафе. Ну, это не уровень как-то вроде как ресторана, да? Скорость 4. Несмотря даже на вот этот весь геморрой, то, что у нас 40 минут с 11 до 11.40, по факту у нас подтверждался заказ. В 12.40 мне заказ привезли. То есть, от момента вот созвона и открытия ресторана за час 40 еда была у меня. За это респект. Молодцы. Температура 3 балла. Вторые блюда горячие, в принципе, были. Пицца была остывшая. Ну, опять-таки, респект за то, что даже остывшая пицца, она вкусна. Ну, и лайк. Какой я могу ставить лайк песта, если вот у них вот так вот все сложно? Возможно, когда у них там меню обновится на сайте, когда все вот это вот будет нормально работать, можно будет это место и советовать. То есть, Джон Джоли, я всегда топлю за Джон Джоли. Это красавчики, это вкусно всегда. И по сервису, я не знаю, меня не подводили. То есть, мы когда заказывали, то как-то вопросов не было. Что касается песта, несмотря на то, что это вроде бы одно и то же, ну, по крайней мере, менеджмент один и тот же. Но как-то ощущение, что на него подзабили, что ли, наверное. Я надеюсь, это не так. И все-таки надо вот, конечно, чтобы, ну, как минимум, чтобы меню соответствовало тому, что вы делаете. Если не делаете роллы, ну, берите из меню. Ну, и плюс, конечно, чтобы все продукты были изумительными. Даже котлетки с пюрешкой. Они должны быть офигенными. Вот такое вот резюме песта-кафе. Место весьма неплохое. Но, пожалуй, заказывать я у них бы не стал. Я бы лучше вот у их корешей Джон Джоли бы заказывал. Хачапури захотелось что-то. Черт. Ладно, всего вам вкусного. До скорых встреч. Скоро новый обзор. Тебе понравилась пицца? Пицца вкусная. Вкусная? А ты какую ел? Сырную? А вот с прошутто тоже зачет. Там соус томатный вкусный. Вот все-таки вот это тесто, да, оно вот кажется в Папа Джонс вкусно. Да, в ДОДО там вот хорошее тесто такое, да, мягкое. А здесь вроде бы как оно сухое, но при этом оно как бы не сухое, да? Тесто, да? Продолжение следует...